Всем добрый вечер! Вы на канале Рози Брайер. Мы решили устроить пижамную вечеринку и распаковать Робин Стерлинг Арчер. Но сначала у нас запоролась запись, мы немножко приуныли, а потом достали куклу и стало совсем хуёво. Настолько она ужасна. Мы не достали куклу. Ну не достали, взяли коробку, начали её рассматривать. Не знаю, я просто вспомнила о том, что происходит с МГА, мне стало очень грустно, и всё. Подожди, что происходит с МГА? Да. То есть раньше было хорошо. Это прекрасно, это прекрасная кукла. Нет. Да. А вот то, что сейчас происходит, вы можете делать вид, что ничего не происходит. Но для меня, происходит. Я сделала выводы. МГА говно. Да. Нормального бренда кукла у неё осталось. Были РШХ, которых мы любили. Остаётся Братц, который я люблю. Братц вратительный. Я люблю Братц. Братц мерзкий. Нравится вам новый РХ? Ну, покупайте себе новый РХ. А мне не нравится. Не, мне неприятно. Всё, вот и всё. Распаковываем шарик, всё. МГА говно. И опять же МГА, кстати, да. Миниверс. Первая серия. Нет, это девяносто восьмая серия. Нет, это написали, во-первых, восемьдесят шесть. А во-вторых, во-вторых, это сделали в Валберес. Зачем вы так делаете? Это сделали Озон. Да, Озон. Зачем вы это делаете? Я хочу интерьерный, но он стоит тысяча двести сейчас. Тысяча двести! Пятьсот рублей. Нет, нет, нет. Ну, почему? Вот. Распаковывай, но только как правильно. Видите? Там специальная полосочка. Да, вы чё? Специальная полосочка. То есть, что она идёт вот так. То есть, МГА делает лол сюрприз уже столько лет, но при этом вы всё равно не можете сделать так, чтобы у вас правильно распаковывался шарик. Да, он снова. Ладно, попробуй. Я сейчас, смотри, я сейчас прям вот по перфорации сделаю два надреза ножницами, потяну, и оно снова уйдёт в сторону, я уверен. Кстати, шарик восемь плюс. Взрослее всего, что делаю. Пометочка. Восемнадцать плюс. Восемь плюс. У нас обрыв. Обрыв повреждений. Ебись, а мы всё в три погибели. Ну, ну вот здесь-то смотри. Пошёл правильно. Потому что я взрезал. Блядь. Дай мне? Нет, не дам. Ладно, хорошо. Мой шарик. Ты тот распаковывала. Ладно. Предыдущий шарик очень сильно пах говном. Гель лаком. Ужасно. На самом деле, потом голова болела. Кстати, да, токсичная хуйня. Да. Я не знаю, зачем это детям. Это прям... Это, конечно, интересный концепт, но по сути... Терпендоса травят русских детей. Он до сих пор... А, я уже чувствую. Мммм. Да. Хуетно. Тот самый запах. Сейчас такие делают. Всё равно хочу интерьерный. Даже если он будет вонять... Так, подождите. Тут у нас снова есть линия надрыва. Ну, может, это работает. Хуй. Я думаю. Может, мы снова... Каждый раз... Мы сейчас снова её... Мы каждый раз верим в Льга. И каждый раз... Блядь. Вы нахуя начало делаете вот на этом вот... Утол... Блядь. Ой, нахуй. Фокус, короче. Начало сделано на утолщении, блядь. Куда ни подлезть. Не то, что ногтем. Ножниц... Дай конснош. Нож для нарезания, братцы. Вот будет, знаешь, что забавно? Если мы откроем, братцы, тебе понравится. Ну, это будет очень забавно. По-моему, это будет пиерично. Не, ну если мне в голову забить гвоздь, в нужный участок мозга попасть, чтобы я продолжил функционировать, но при этом у меня настолько поменялось ощущение, что красиво, а что нет, тогда это возможно. У меня... У меня нос за... У меня аллергия началась на эту ферму. Я не аллергик, в принципе. Нахуй. Вот это что? Я картошку, блядь, чищу? Или где? Блядь. Даже в армии, в которой я не был, картошка чистилась адекватно. Нет, это не картошка, это лук, блядь. У него есть слои. Парелась. Сколько мусора теперь... Кстати, вот посмотрите, сколько мусора с одного шарика. Вы вот боретесь с экологией и делаете вот такое. Я не буду принципиально вытирать вытекающую слизь у меня из носа, чтобы все видели. Хотя МГА так борется с экологией, что делает этот микроглиттер новым куклам. Блядь, я не могу. Ой! У тебя тоже? Пахни я... Блядь. Можно я уйду? Уходи. Боже мой, тут так много всего. Пакетов с говном-то сколько. Так, ну, это мой... Это шарик. Это у нас столик. А что тут будет? Жратва тоже? Да. Так, миллиард этих на разных языках. Прочитай меня сначала. Эй, я не буду тебя читать. Тут чашка с мороженым. Так, давай ты будешь по очереди... Вот две чашки с мороженым. По очереди открывать и показывать. Ну, камер. Давай. Покажи сначала пакетик. Ой. Пакетики, кстати, идут не бумажные, а пластмассовые. Масло. У-у-у-у! Мне так нравится. Блин, ну красивая. Мне нравится, мне нравится. Внимание. Есть линия разрезана жнецами. Они, видимо, поняли, что их перфорация не работает, когда дело дошло уже до внутрянки шара. Бутылка с йогуртом. Милкшейк. Мятный... Как это там? Мятный... Мятный капучино. Короче, мятный милкшейк, я забыла слово. Блин, прикольно, прикольно. Мне нравится. Я хотела напиток, потому что торт я бы еще один не выдержала. Открываем дальше. Пустой пакет. Реально, пустой пакет. Ладно, не пустой. Тут. Трубочка. Ай, какая маленькая. Ну, кстати, нет. У Рози меньше. Но все равно прикольно. Так, здесь еще какая-то банка. Ну, я вижу, что у нас будет уже. У нас будет то, что было прямо на упаковке. Это шоколадные... Чипсы. Гранулы, да, такие. Гранулы Фордайс. То есть, прямо то, что было на упаковке, у нас будет. У нас будет, получается... Минт Чип Шейк. Мятный капучино переводится. Да. Мятный капучино в честь нашего любимого писателя. Боже мой, сколько тут всяких миниатюрок. А почему? Там точно ничего нету? Как будто отвалилось кусочек. Вот. Это шейкер. Это не шейкер. Это взбитые сливки. Вот и они. Взбитые сливки. Они внутрь, наверное, да, кладутся? Одна уже упала на пол. Достой, пожалуйста. Собери у меня с руки. А здесь больше нету? Посмотри. Нету. Сейчас я продемонстрирую в камеру. Такой маленький. Но тут намного больше миниатюрок. Мне это нравится. Так, а я пока не понимаю источник запаха вот этого. Вот здесь. Вот этой химии. Здесь. Химия, химия, вся золупа синяя. Печеньки. Ну и, как всегда, пинцет и пипка для шара. Мне нравится действительно набор миниатюров. То есть я бы это не готовил в виде десерта. Я бы ставил так. Но тогда как-то дорого. 500 рублей за все. Вот у нас пипка. Я вот не понимаю. А некоторые, они... А это что за пипка? Ну вот, шара. Сейчас вставим. Я не совсем понимаю, потому что некоторые не делают с запасом, чтобы оставалась как бы миниатюра. А некоторые нет. Например, ну вот взбитых сливок здесь больше, чем нужно. При этом сделать еще, например, две печеньки, которые... Да, вот эта калом боняет. Не переворачивай, она текучая. Не переворачивай. Вот рецепт, если кому-то интересно. Ну, нужно налить, перемешать вместе с чипсами и запечь. Давайте взаимуемся. Ну, кстати, вот по ощущениям, как будто бы в первой серии поинтереснее. А это первая серия? Да. Да. Потому что здесь и тосты есть офигенские. Бля, я вот это хочу. Да, классный вишневый пирог. Это яблочный пирог. Черри пай. Выглядит как яблочный. Впишись на черри пай. Ну, это переводится яблочный переводится. Мне очень нравятся вафельки. Тут, конечно, есть и чизкейки, которые... Хотя в них нету стружки, уже плюс. Так что, да, вот первую серию я бы еще взяла. Вторую я бы хотела только рамен. Но... Как понять, рамен не... Я просто захотел рамен. Ну, мой пинцет точно так же бы сделан. Он так не схватит. Он оторвал. И это не я, дебил. Это клей крепче, чем упаковка. Давай я. Я понимаю, конечно, что ОМГА проблемы с упаковкой. Ну, не настолько же, ребят. Это просто пиздец. Ну, просто у нас тут получается колохоз-колхозный. Вы просто... Пронеси, пожалуйста, мой пинцет, я тебя умоляю. То есть они во второй серии заменили пакетики на бумажные, типа, что более экологичные. Спасибо. Ну, что, хватает пинцет? Держит? Держит, хватает, всё нормально. Живём. Вот, ещё оторвало. А получается, трубочку надо будет поставить, да? И запечь уже с ней. М-м-м... Да. Сейчас. Всё, можно запекать. Достань трубочку, пожалуйста. Вот, можно, чтобы она улетела. Трубочка достаётся, кстати, реалистично. Так. За это лайк. И оно пересохло, нахрен. М-м-м. 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 Дресня. Видно? Да. Ну, цвет, конечно, немножко не такой яркий, как было представлено, но слушай, куча не даже, а так, возьмём полный должен быть, надо посмотреть. Ну, и нам ещё гранулу Фордайса туда сыпать. Сейчас, закрутим, он пахнет лучше, чем то, что было во второй серии. У того вообще запах, я того маму делал. Да, это получше, давай. У меня, подожди, можно показать баночку? Я показываю. У неё прям отделение. Для душевнобольных. Так, ладно. Будешь насыпать? Да, пожалуйста. Поднись и насыпай, пожалуйста, чуть-чуть насыпай. Я хочу, чтобы оставалась миниатюрка. Рада, ты всё закрываешь, ничего не видно. Ты можешь вот так вот, да. Насыпалось что-нибудь? Да. Типа я восемь штучек. Давай. Я сейчас... Ладно, он стекает. Я его сейчас размешаю. Наверное, надо побольше. Да, мне кажется, нормально. А, ну да. Чипа он не шпалывает. Ладно, ладно. Проблема в том, что они падают. Тонут? Да. Да. Вот если вот так и сделать, мне кажется, ну да. С другой стороны их не видно. А, ну, ставь с той стороны, где красиво, значит. Чипать. Я запекаю их лампой. Или что, они попробуют ещё посимпатичнее. Мне кажется, тут достаточно много. Ты хочешь ещё насыпать? А, этикетка, да. Она закрывается со всех сторон. Ну да. На крайняк туда можно гречки насыпать. Будет то же самое. Типа она. Ну, я прям много сейчас бухнула. Ну-о-о. Снизу главное, чтобы их не было слишком много. Так, и я... Резьба у крышки прокручивается. Ну, единственное, конечно, что мне не нравится, это то, что трубочка достаточно большая. Слушай, а нам не надо взбитые сливки положить или их потом на капельки приклеивать, да? Сверху нальём ещё слой и приклеим взбитые сливки и печеньки. Ага. А можно посмотреть инструкцию? Держи. Я одну, наверное, печеньку вставлю. Мне не нравятся эти печеньки, как будто перегруз. Ну, может быть. Да. Ну, даже если так, то в упаковке больше места для печенья, чем... Да. Помните в детстве вот такие... Ой, она такая горяченькая, потрогай. Такие полосатые палочки помните в детстве? Угу. Вот. Так они есть сейчас. Ну да, ну просто я в детстве их кушал. Прикольные были. В общем, вот что у нас получилось. Такой коктейльчик. Всё-таки попадали немножко. Тут, кстати, пузырь. Ну-ка. А, прикол. Под трубочкой. Ну, как будто живости добавляют, как по мне. Сюда не влезло больше. Видно, что... Ну, я не знаю. Можно было, наверное, ещё впихнуть одну вот эту сливину. 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 Но, в целом, мне не нравится трубочка, большая достаточно. Будто бы её можно... Я, наверное, её подрежу. В целом, прикольно. Делается намного приятнее, чем делается торт. Я не запачкалась, у меня не липкие руки. Не болит голова пока что. Да, он пахнет, но чуть-чуть, не так сильно. И у нас реально много теперь миниатюры. Да. Бутылочка хороша. Банка. Откручивающаяся. Да, и в ней есть эти... Одна печенька осталась. И шейкер для взбитых сливок. И там есть взбитые сливки внутри. Сливины. По-моему... Нет, три сливины. Их там три. По-моему, как будто первая серия прям получше. Прям поинтереснее. Соглашусь. Реально, во второй серии дофига однотипных тортов. Тортов? Тортов. Тортов. И рамен, которые прикольные, но как вот... Как понять, что это рамен? Угу. В принципе, вот первую серию я бы еще, наверное, взяла в шарик посмотреть, что там такое интересное. Горячий кортель молочный. Да. Ну, хотя бы что-то сняли. Да. Надеюсь, мы снимем еще в этих образах обзор на Робин. Почему? Надеюсь, что нет. Почему? А, стрёмно. Ладно, обзор снимем. Я хочу поругаться. Похуесосить. И обзор на Мизи. Ну, мне надо надеяться как-то презентами. Угу. Ну, что могу сказать. Всем хорошего вечера. Ведите себя хорошо. Слушайтесь маму. Целевая аудитория МГА. Сладкого ханкая вам. Чего? Ханкая сторжевая. А, сладкого ханкая. Я знаю, как у меня палец смешно выгибается. И решу тебя.